Всем привет, ребят! Мы находимся в Колизее, меня зовут Ренат. Мы на природе, свежий возраст. Как у вас дела? Решили немножко сменить обстановку, надоели скучные потные залы, решили его снять на свежем воздухе, благо погода позволяет. Настроение шикарное, будет готов к бою. Скажи, какая у нас сегодня тема и вообще что ты хочешь рассказать? Ну, тематика какая? Опять же, спортивная. Немножко рассказать о спортивном питании, хотя сейчас у нас уже много информации в интернете о ней, о спортивном питании. Ну, маленько затронуть тему, касаемо своих клиентов, которые слишком большое влияние выделяют именно спортивному питанию и меньше выделяют обычному питанию, так сказать, едой. Ну и рассказать, что у меня будет в дальнейшем. Скажи, у тебя уже началось ПКТ? У меня на следующей неделе, получается, то бишь завтра, начинается, так сказать, ПКТ, как это сейчас принято говорить. Кстати, вот он, мой выбор ПКТ-шных препаратов. Ничего запрещенного нет. Тут начинается от ДМАшек и заканчивая из-за тоников. Все, что здесь вы сейчас увидите, это все будет использоваться ровно месяц, пока я, так сказать, отдыхаю. По поводу тренировок, они будут что-то между легкими и между тяжелыми. И где-то буквально 19 июня, если все показатели анализов моих будут в порядке, так сказать, завтра я буду сдавать анализы еще в инвитро. И 18 июня еще раз дам анализ. И 19 начинается подготовка к весеннему сезону. К весеннему? К весеннему. То есть осень ты пропускаешь? Да, осень пропускаем, набираем мясо, повышаем категорию. В этом году я на России буду 70-й категории. Следующей весной планируем быть 75-й. Ринат, расскажи маленько о своих добавках. Что, для чего, как ты принимаешь, насколько тебе это? Ну, вот, кстати, хотел бы тоже затронуть тему. Недавно совсем ко мне обращался парнишка один, просил подсказать, как правильно пить креатин. Ну, я подсказал по мере того, насколько действительно я сам это знаю, что есть фаза загрузки, либо, если ты не хочешь сильно заморачиваться, то ты пьешь просто по 10-20 грамм креатина в день. Суть в чем? Я ему вопрос задал такой. Из чего обосновывается твой выбор спортивного питания вообще в принципе? Ну, вообще из каждого человека. Тренер сказал, или ты где-то увидел, или ты где-то услышал, что именно нужно так. Просто люди почему-то слишком зацикливаются и, бывает, подолгу стоят возле прилавков того же протеина и смотрят, где, так сказать, на порцию протеина будет больше. По мое мнение, сильно заморачиваться не надо. Наоборот, налегайте больше на обычную еду. Добирайте аминокислот, добирайте белка с мяса, с продуктов, так сказать, с овощей, с фруктов. Естественно, есть некоторые аминокислоты, которые нельзя добрать с продуктов. Это вот ГЦА, вот, кстати, вот они. То тогда приходится использовать спортивное питание. Здесь, кстати, еще не хватает протеина. Извините, дома забыл взять его. У меня изолят и мультикомпоненты. Также у меня есть яичный и сывороточный. Кстати, если у вас финансы позволяют, то, конечно, больше пейте изолята. Ну, а если говорить именно обо мне, чем об основном выбору такого спортивного питания, то у меня сейчас небольшой отдых идет от тяжелого, для меня действительно тяжелого сезона. Сейчас отдых, так сказать, ПКТ, тренироваться особо сильно не хочется. Поэтому стараемся пить, добирать рыбий жир, так как я ни орешки, ни сухофрукты на подготовке не использую. Витамин С, я думаю, всем понятен, почему он здесь есть. Креатин я пью по 20 грамм в день. Фитанол для хорошего восстановления. Все это растительный препод. Эггестерон для мышечного, так сказать, поддержания. Мультипакеты, витамины, кстати, можно даже их показать. Они прям красивые упаковочки. Бомбическая просто. Шикарный арсенал. Ну, трибулус. Трибулус у меня и Д-аспаргиновая кислота для повышения собственного тестостерона. Ну, цинк, магния с парками, думаю, так все понимают для чего. Тоже для повышения теста и против, чтобы мышцы не сводило. Ну и самое главное арсенал ТБЦА на всей подготовке. Понятно. Сколько у тебя БЦА уходит в неделю? 140. Ты каждый день пьешь? Вне зависимости, есть стримовка или нет? Да, не зависимости. Даже в выходные дни стараюсь пить. Скажи, у тебя закончился сезон. Твоя оценка этого сезона? В целом супер. В целом реально супер. Все турниры прошли действительно так, как они должны были пройти. Я, конечно, ехал на каждый турнир с целью стать первым. Потому что все равно каждый спортсмен, готовясь, приезжая на турнир, он надеется быть первым. Никогда не поверю, чтобы спортсмен сказал, я приехал просто кайфануть или отдохнуть. Или я доволен всеми тем и стал, не знаю, не попал в пятерку лучше. Все равно каждый старается приехать и стать победителем. Ты доволен своими результатами этого сезона? Да, всеми. И самое, что такое для меня значимое, что очень хорошо, что я стал на крае Сосновоборске третьим. Это мне дало огромный толщак. Спасибо вам, судя. Это дало огромный толщак, чтобы в дальнейшем стать третьим на Сибириан Пауэршоу, вторым на Сибирском федеральном округе в городе Барнаул. И попасть в пятерку в сильнейших кубках Восточной Европы, в город Краснодар. Ренат, есть ли у тебя планы на международные старты? После окончания сезона мы с тренером переговорили, и была поставлена такая цель, чемпионат Европы, следующей весной 2018 года. Но я возражать не стал, как бы все равно хочется, даже не то, чтобы поучаствовать, да просто слетать в Испанию, посмотреть этот город, страну вернее, и город Барселона. Поэтому вот, наверное, мой старт будет, первый международный. Надеюсь, все получится. Ребята, что еще хотелось бы сказать. Следите за своим здоровьем, сдавайте анализы. Благо у нас сейчас фитнес-индустрия настолько развита, что, по-моему, в каждом дворе есть лаборатории, где можно пойти спокойно и сдать тот же анализ крови. Чтобы не думать, не гадать, не бежать к знахарке, или там, вы помогите, пожалуйста, у меня там мочание желтого цвета. Поэтому пейте витамины, сдавайте анализы, следите за своим здоровьем. В следующем выпуске мы с вами встретимся, я расскажу о своих результатах, своих же анализах. У меня их будет очень много. Поделюсь с вами своими мыслями. Ну, в принципе, наверное, все, ребята. Будьте здоровыми, погода шикарная, следите за собой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!